В рамках Дальневосточного молодежного военно-патриотического фестиваля ДОСААФ России «Найди себя» состоялась торжественная церемония открытия памятника трижды Герою Советского Союза, маршалу авиации Александру Ивановичу Покрышкину, совместно с общественной организацией Российское военно-историческое общество, председателем которой является Эдуард Смирнов при поддержке правительства Приморского края. Их задача увековечить память о героях России. Так, ранее были открыты памятники Михаилу Викторову и Василию Зайцеву. Познакомился с судьбой этого человека, нашего первого трижды Героя, не просто трижды, а первого трижды Героя Советского Союза. Теперь очень мне приятно, сегодня прошло столько лет, и вот мы открываем этот памятник в городе Владивостоке. Это вот очень мне волнительно и приятно, ну и хотелось бы поставить перед собой, перед моими коллегами цель, чтобы через год в этом месте мы открыли еще и реплику самолета, на котором летал Александр Иванович. Для многих имя Покрышкина стало символом победы. Он был солдатом-мыслителем, человеком, способным взять на себя ответственность в самое трудное время. Он не просто воевал, он стремился переиграть в бою противника, победить его не числом, а умением. На его тактических приемах ведения боя учатся сегодняшние летчики военно-воздушных сил. На создание памятника Александру Ивановичу работал ведущий скульптор студии военных художников имени Грекова Алексей Чабаненко. Мы уверены, что наше сотрудничество продолжится. Надеюсь, что бюст будет радовать и напоминать всем о величайшем герое нашей страны. Спасибо. С 1972 по 1981 год Александр Покрышкин был председателем ЦС ДСААФ России. Он вывел ДСААФ из подвалов, где ютилась в ту пору оборонное общество, добился должного финансирования, поднял престиж и значимость организации на очень высокий уровень. Анна Дьякова, Олег Завялов, Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова